приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира и добра вам и хорошей благодатной погоды этой осенью очень много сейчас просьбы вопросов когда еще можно посадить клубнику это очень серьезный вопрос и я еще раз пересмотрела все даты когда когда можно еще посадить пересадить и многие получили только по почте сейчас вот землянику клубнику и готовы ее высадить в открытый грунт но вот я выбрала вот эти варианты еще в ближайшее время 28 смотрите внимательно 28 сентября с 6 часов утра до конца суток и 29 сентября все 24 часа это растущая луна в скорпионе затем козема козерог растущая луна 2 октября с 12 часов дня до конца суток и вот я еще раз пересмотрела пересчитала 3 октября это козерог прекрасное время для укоренения различных саженцев и для особенно для клубники тоже хорошо здесь можно после 15 часов 30 минут и до конца суток также посадить землянику клубнику и еще один период хороший на растущей луне 6 октября это рыбы 6 октября с 16 часов до конца суток и 7 октября все 24 часа завершается этот период прекрасном периоде тельца сразу же после сожженного пути полнолуния 12 октября все 24 часа снова же хочу сделать несколько таких подсказок дело в том что я не давала вот эти даты скорпиона потому что обычно уже в это время в северных регионах холодно поэтому я их просто не включила но так как я сделала прогноз и у вас есть этот прогноз на осень на зиму у нас ожидается сейчас октябрьское тепло в середине октября прохлада снова затем тепло и в октябре тоже начало тепла можно высаживать и саженцы клубники и земляники другие саженцы садовых растений но вот я хочу обратить ваше внимание если вы уже на далеком севере живете и у вас есть саженцы вам принесли кто-то выкопал перекопал смотрите что я делаю я сразу же вот вам покажу что я делаю вот у меня есть маленькие маленькие такие вот они укоренились маленькие саженцы укоренились возле своих мам материнских кустов уже это поздно было но я вот сделала это в сентябре месяце даже в сентябре в маленькие горшочки посадила здесь мне удобнее регулировать полив здесь мне удобнее регулировать и доставку воздуха вот надо сегодня обязательно будет им дать воздух вспушить землю и я вижу кто как тут себя ведет и здесь когда уже корневая система нарастится хорошо по ним уже будет видно тогда можно в более большие горшочки перенести и тоже там во влажную землю как положено ту же садовую землю и затем уже ранней весной кстати когда сильный мороз можно просто их взять в ящичком и занести в погреб где-то более менее теплое помещение в плане того что там не должна быть плюсовая сильная температура где-то плюс 2 около нуля вот эта температура будет нормально для зимовки вот этих саженцев и желательно чтобы это было темно именно в холодный период а затем просто перевалку делаете даже в открытый грунт уже в марте месяце или же в большие горшки из больших горшков перевалка в открытый грунт уже когда действительно позади вот эти резкие перепады температур похолодание и кстати весна будет тоже очень интересная поэтому я вам рекомендую вот такую посадку даже у нас на юге я вот делаю вот такие посадки вот я вам сегодня дала ответ да это срочное сообщение и я его вам сейчас же прямо подготовила и выставляю для того чтобы вам помочь сориентироваться подготовиться потому что сегодня у нас новолуние ничего не высаживаем не делаем завтра тоже еще этот период а уже 28 будем работать с посадкой клубники у вас есть время пока в крайнем случае можно в мокрую почву или в мокрую влажную тряпку закутать вот эти саженцы если вам кто-то принес кто-то дал вы купили получили и только уже 28 6 часов утра можно будет высаживать это или в открытый грунт или же если у вас сильно холодно то можно высаживать вот в горшочке и у вас получится очень хорошая рассада раиса горяченко александр волик подготовили ответ на ваши вопросы мы прощаемся с вами всего на всего до следующего видео пока пока